С более чем 7 тысячами химикатов, высвобождающимися каждый раз, когда вы зажигаете сигарету, неудивительно, что курение – это одна из основных причин предотвратимых смертей по всему миру. Но так как на данный момент в мире более миллиарда трехсот миллионов курильщиков, напрашивается вопрос, что происходит, когда вы бросаете курить? Всего спустя 20 минут, ваше давление и частота сердцебиения приходят в норму. Все потому, что никотин в сигаретах вызывает выделение адреналина и норадреналина, которые ускоряют пульс и сужают сосуды. С этими эффектами также связано чувство холода в конечностях курильщика. Но к этому моменту ваши руки и ноги уже должны вернуться к нормальной температуре. Через два часа начинает проявляться тяга к никотину, вызывающая удрученность, вялость, напряжение и даже проблемы со сном. Так как никотин вызывает выделение более высоких доз дофамина, все это – ожидаемые физиологические реакции на их уменьшение. Спустя 8 часов организм покидает моноксид углерода, позволяя уровню кислорода в крови прийти в норму. Моноксид углерода и кислород соперничают за возможность присоединиться к гемоглобину в вашей крови, что плохо влияет на систему кровообращения. Так что с исчезновением моноксида углерода кислород получает больше пространства. Но в случае хронических курильщиков, продолжительное воздействие моноксида углерода приводит к увеличению эритроцитов, делая кровь гуще. Это вызывает более высокое давление и увеличивает шанс на образование тромбов. Как ни странно, через 24 часа вы начнете больше кашлять. Это вызвано очищением легких от токсических веществ. Кроме того, в этот момент падает риск заболевания коронарной недостаточностью. И все это происходит спустя 24 часа с последней сигареты. После 48 часов никотин и его продукты полностью покидают ваше тело. И начинается восстановление поврежденных нервных окончаний. Деготь и другие химикаты в сигаретах повреждают кровеносные сосуды и вкусовые рецепторы во рту. К этому моменту они начинают восстанавливать свою чувствительность, что улучшает вкус еды. К сожалению, у хронических курильщиков вкусовые рецепторы могут быть необратимо повреждены. Спустя 72 часа желание никотина становится самым сильным, вместе с такими эффектами, как головная боль, тошнота, спазмы, а также с эмоциональными симптомами, как тревога и депрессия. Эти симптомы свойственны для всех веществ, вызывающих привыкание, включая кофеин. Но после этого периода худшие уже позади. По прохождении месяца падает риск развития сахарного диабета второго типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В период от 3 до 9 месяцев практически полностью восстанавливаются реснички в легких, являющиеся похожими на волоски структурами, помогающими убирать пыль и мусор, из-за чего полностью пропадают такие симптомы, как кашель и отдышка. Спустя год, риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с формированием жировых веществ и рубцовых тканей, падает почти вдвое. Через 10 лет шанс заболеть раком легких падает в 2 раза по сравнению с теми, кто не бросил курить. А через 15 лет риск сердечного приступа падает до уровня человека, который никогда не курил. Конечно, все это не совсем точно. И скорость восстановления вашего организма зависит от того, сколько вы в среднем курите в день и в год. К сожалению, всегда будут присутствовать некие необратимые повреждения легких и увеличенный риск заболеть легочными заболеваниями. Несмотря на то, что бросить курить сложно, выгода сильно превышает начальные неудобства. Но лучший способ избежать всего этого – не начинать курить вовсе. Небольшое объявление для всех зрителей, поддерживающих канал на сайте patreon.com. Время от времени на странице канала будет публиковаться голосование, где вы сможете выбрать следующее видео для перевода. Найти его можно как на патреоне, так и в группе канала ВКонтакте. Ссылки в описании. Спасибо за внимание. Видео выходит при поддержке паблика XKCD.